Включаем компьютеры, перезаряжаем батарейки, смотрим у кого день рождения. Зарядное устройство для аккумуляторов с суньки. У меня сегодня праздник, ушел за миллион просмотров, конечно это очень мало, но тем не менее, какой-то результат, какой-то результат, как говорится, с чего-то начинаем и дальше развиваем. Завершить. Итак, что-то тут свеженькое. Вот, кто-то пишет, пользователь ВладВолк2222, добавил комментарий, класс, спасибо за информацию, это скорее всего об обеде. Пользователь, продайте этот Lexus мне. Но, конечно, можно и продать, все дело в цене. Я их просто-напросто удалю со своего канала. Зачем мне нужен негатив? Негатив, причем оголтелый, если бы это была действительно критика, конкретно вот. Вот это неправда, вот это не так, вот это то все. Я прислушался, естественно, поработал. А так как этого нету, а просто вот перейдите на сайт, там узнаете. Кстати, я посмотрел, что там они там пишут. Это есть не что иное, как порча. Значит, заключают там меня в тюрьму. Потом люди, которые просматривают мысленно, все это у них идет туда в тонкие планы, мыслеформы. Дабы как-то на меня повлиять, заключить, значит, в тюрьму и так далее. Что там такого? В принципе, в принципе, ничего там криминального нету. Я не буду углубляться в детали, вы можете все это посмотреть. Но все дело упирается в то, то есть всякая эта ерунда полна и полна в интернете. Но зацепила именно то, что вот книги, которые мной были написаны, не дают им покоя. Не дают покоя та популярность, не дают покоя то изложение. И много чего не дают покоя. И пытаются меня устранить вот таким вот способом. Вот видео человека, но это, я так понял, не мое. Ну, сейчас посмотрим. Который утверждает, что с вами сад Мара. А, 28 дней без воды, больше двух месяцев тогда. Ну, что я могу сказать? Что вход в сухое голодание. В сухое голодание. Стресс. Стресс. Стресс и месси. Это нормально. Это нормально. Выход. 28 дней. Ну, его хорошо, я вижу, перетрухнуло. Если я всегда говорю, что на отказе от еды расслабляйся. Можно убрать. И один из вариантов как раз принятие. Когда ты принимаешь фактичность этого мира, то, что здесь происходит, ты расслабляешься. Не надо уже держать свои постулаты. Мира на тебя... Правильно. Принимай этот мир такой, как он и есть. И всё случится. Значит, давайте начнём сначала. Всё может быть... Ну, тут сухой, я так видел ссылка на сухой голод. То есть, сухой голод может человека претрухнуть значительно сильнее. И в результате вообще голодания человек, значит, а тем более сухого и такой срок громадный, человек, как бы сказать, ему что-то там всё равно, что он живёт, что он умер. Вот что-то такое, пограничное состояние. И вот на таком, конечно, пограничном состоянии, если имелись какие-то искажения в полевой форме жизни, вызванные эмоциональными потрясениями, они могут просто-напросто уйти, как бы сказать, раствориться. Всё это дело, блокировка снимается, вызванная каким-то эмоциональным потрясением. И всё, она может уйти. Я всё вот показываю, там, своё витилиго. Рассказываю, что в 7 лет я попал под машину, это был просто-напросто так толчок машины, я упал. После этого появились вот эти белые пятна, что там не делали, толку никакого не было. И вот в 9 лет, как раз наступили каникулы, мама нашла бабуньку, которая вылила испуг. Это очень интересно, вот, как бы сказать, действие выливания испуга. И где-то сеанса 4 было, я где-то описывал, как это там происходило. И примерно каникулы начались в июне, а где-то в середине августа, я так неожиданно глянул, и увидел, что пятен нет. То есть они исчезли, понимаете. Очень важно, как бы сказать, вынуть вот этот вот разгусток эмоционального потрясения в виде вот какой-то энергетической блокировки, которая где-то у нас остается и мешает нормальной работе. И, скорее всего, она остается в тонких, она не в физическом теле остается. Это все потрясение происходит, ну, грубо говоря, ментальное тело, эмоциональное тело, вот там вот энергетическое тело, пускай уже как далее, да. Причем она остается именно на суставах, там, где имеются суставные поверхности. То есть не просто там, где-то вот на спине, там, на животе. Нет, она большей частью на суставах. То есть идет блокировка там. И вот путем выливания испуга эта блокировка была снята. Но вот только что все это прошло, я ночью пугаюсь своей собственной бабушке. То есть я ночью пошел в туалет, иду полусонный с туалета. А бабушка у нас ночевала, так как родители ходили в ночную смену, и надо было с детьми оставаться, приглядывать за ними. И вот она просто пристала, как в виде черного, так вот спросила мне, Гена, это ты? И я именно среагировал на вот это вот черное и невероятно сильно испугался. То есть я там зарал на весь дом. То есть у нас квартира в многоквартирном доме. И после этого опять пятна. Но я на них особо внимания не обращаю. Потому что когда я начал как-то расспрашивать там жену, там детей, друзей, ну других людей, специально вы как, вот эти пятна на вас действуют, вы их замечаете? Они мне ответили просто, говорят, о, если бы ты не показал, мы бы и не знали, что они у тебя есть. То есть хотя они видны, но люди не обращают внимания на это. Это больше ты обращаешь внимание. Так вот, что я хочу сказать. Конечно, я там написал статью, различные там методы. И даже я, люди, которые ко мне обращались, я там посоветовал там лечение спиртовой настойкой стучкового перца. И как потом мне рассказали, это стало помогать. Хотя сами, вот, понимаете, сами этого не делал. Хотя можно поделать. Вот. Так что, что я хочу сказать. Болезнь не только, не только лечится, как ее еще надо выстрадать. То есть, у человека имеются какие-то, ну, какие-то, будем говорить, эмоциональные, мировоззренческие там, несовершенства. Когда он там считает, что надо вот так вот, вот так, а на самом деле это не надо так делать, но он там считает и так далее. И вот для того, чтобы он поменял свое мировоззрение на эту тему, допустим, на тему уродливости, понимаете, на тему красоты. Вот ему дается такая еще болезнь для того, чтобы он изменился, то есть выстрадал ее. И когда вот это все перестанет его волновать, он изменится совершенно иначе. Ну, вот как этот говорил, перестанет волновать какие-то мировые проблемы на таком сухом голоде. Там действительно ситуация идет между жизнью и смертью. И знаете, уже там, когда человек, грубо говоря, стоит вот на этой вот грани, его там ЖКХ, цены, курс доллара и прочее, прочее там практически не волнует. То есть вот эта вот вещь, они просто-напросто отходят, растворяются, выходят. То, что он держит в себе в своей там ауре, в своей полевой форме жизни. То есть мы за счет черт характера можем удерживать нечто болезнетворное в себе, которое уже действует, будем говорить, через тонкие поля на физический уровень в виде того или иного заболевания. Так вот, когда у нас все это меняется, перестает воздействие на вот эти вот поля, естественно, нет этого воздействия вредного, как знаете, магнитное поле, оно просто исчезло. И ту фигуру, которую она слаживала, в материальном мере, а именно у нас, будем говорить, тонкие поля в нашей физической теле, они просто-напросто рассыпаются и все принимают первоначальные первоначальные вещи. Поэтому я думаю, что можно. Лично мне 40-суточного голодания обычного, хотя я думал, что вот я решу в том числе и эту проблему, оказалось недостаточно. То есть я не подошел к той грани, когда, допустим, тебе уже там все пофиг, что в этой жизни, понимаете, и все наскакивает от тебя. То есть ты становишься, говорит, не знаю, там, какой-то невероятно чистый, потому что все вот эти вот, так сказать, эмоциональные потрясения, как модно говорить, стрессы, черты характера и прочее, прочее, все это, так сказать, соседает на тебе. Так, закончим эту тему. Что бы я еще хотел сказать? Я сегодня записал там несколько таких бесед, можно сказать, выговорился по поводу того, что вот там на меня там пишут, такой, сякой и прочее, прочее. то есть важно, важно, знаете, ну, какая-то обида есть, какое-то недопонимание и еще что-то, которое, знаете, внутри может клокотать. Клокотение это может разное. В одних случаях так едва заметно недовольство, а в других случаях вообще человек, значит, будем говорить, пышет гневом, жаром и так далее, но не может это притворить в силу тех или иных обстоятельств, но вот это есть. И вот это, то, что он внутри себя запирает, оно как раз и начинает его разрушать. Очень хорошо выговорится. То есть, вот я лично выговорился на камеру. Это очень хороший прием. Показывать я не буду, что там я говорил, говорил где-то около часа. Но тем не менее, вот это вот, вот эта вот энергетика недовольства, которая во мне бурлила, ее можно, значит, оставить внутри, она дальше начнет продолжать свое разрушительное действие. А можно ее вывести, и ее важно все, все вот, все эти эмоции, все эти вот эти мысли, побуждения, которые вас двигают, знаете, выводить на физический план, чтоб они прошли вот эту цепочку от мыслительного уровня до физического воплощения. Все, цикл окончен, вы чисты, ничего у вас не осталось. Останется, знаете, как бы сказать, какие-то выводы, но эмоционально вот этого сгустка, который будет, тем более негативно, будет вас разрушать, его не будет. Это можно вывести на бумагу, написать там письмо, потом некоторые рекомендуют сжечь, можно это не делать, ну по крайней мере на бумагу там написали. Это можно просто выговорить, так, не обязательно там на камеру. Вот, то есть вывести из себя, вывести из себя вон это. Вот, страна дебила пишет, боли в спине, это как раз о том, что с эмоциями надо, с эмоциями надо поступать соответствующим образом. он пишет, что мы живем в ублюдской стране и оставаться спокойным в этом дерьме нереально. Понимаете? Можно вот смотрите, с негативной точки зрения вот так вот написать фразы полной негатива, да? А можно, можно, понимаете, вот те условия, у которых мы в данный момент находимся в такой стране с такими людьми, превратить, будем говорить, ну, можно сказать, в урок совершенства. Мы, когда сталкиваемся для того, чтобы мы с вами духовно росли, духовно совершенствовались, нам нужны какие-то препятствия, какие-то уроки. И порой это уроки мы воспринимаем как отрицательное что-то, с чем мы не хотим сталкиваться, да, но тем не менее. Так вот, если рассматривать это как уроки, которые мы должны преодолеть, преодолеть не эмоционально, а преодолеть разумно, вот, будем говорить, как-то как-то с этой системой существовать параллельно, не пересекаться, а я имею в смысле вот эту фразу, либо когда пересекаешься совсем там по-другому, к этому относишься в зависимости от ситуации, с пониманием, то это превращается своего рода в школу духовного совершенства. То есть мы хотим духовного совершенства, но мы не любим уроков, которые нам подбрасывает наша жизнь, наше окружение. Поэтому именно вот в этих условиях, вот в этом мире, понимаете, выстоять, отстоять свою точку зрения, стать мудрее. Я уж не говорю о том, что там накопить какие-то материальные блага, просто окружить себя так, чтобы жить достойно, чтобы ты мог воспользоваться этими материальными благами для своего дальнейшего роста, то есть своеобразная свобода творчества, то есть ага, надумал что-то снять, а камеры нету, а то, пожалуйста, ты можешь там камеру приобрести и снимать. Вот, но самое важное, самое важное, действительно, не камеру мы возьмем с собой, не дом, и еще что-то, но мы с вами возьмем тот опыт, благодаря которому мы и ситуации, благодаря которому мы стали с вами мудрее, спокойнее, сильнее, в конце концов, у нас появились, знаете, гораздо больше возможностей и как зарабатывать, и так мы на мир смотрим совершенно иными глазами и понимаем насколько он многогранен, насколько можно по-разному приложиться к своей способности, к тому, чтобы, допустим, была какая-то самореализация, была какая-то отдача, и просто, чтобы ты, грубо говоря, жил, ну хочется сказать, в кайф, но примерно так, чтобы ты понимал, что жизнь, вся эта жизнь, вот которая тут сейчас имеется, и ты воплощен в ней, это все для тебя, вот эти все условия, даже такие вот, созданы для того, чтобы ты не отчаялся, а благодаря им преодолевал их, развивался и рост, вот в чем задача, понимаете, и чем они труднее, тем выше рост возможен, а если нет, все сытно и так далее, и так подобное, да вот, тогда начинаются совсем иные вещи, Продолжение следует...